Здравствуйте! Вы смотрите программу «Тема дня. Комментарии». Меня зовут Никита Васильев. И сегодня вместе с главным внештатным эпидемиологом Министерства здравоохранения Тверской области Александром Сергеевичем Раздорским мы поговорим о том, какова сейчас на территории Верхней Волжи ситуация с распространением COVID-19. Александр Сергеевич, здравствуйте! Спасибо большое, что сегодня к нам пришли. По актуальным данным, по последним данным, на сегодняшний день в Тверской области подтверждено новых случаев 1486 заболевания коронавирусной инфекцией. Ну и вообще вот с каждым днем, да, это количество достаточно высокое. Если раньше мы говорили там о 80, о 100, потихонечку начали подбираться к 1000. Сейчас 1500, да. Что вообще значат эти цифры? Где мы сейчас вот в разрезе борьбы с коронавирусной инфекцией находимся? На каком мы этапе, на каком стадии этой работы? Да, работа проводится, работа достаточно интенсивная, а сама эпидемиологическая ситуация остается по-прежнему достаточно напряженной, учитывая количество вновь регистрируемых больных, но его количество обусловлено тем, что сейчас в подавляющей большинстве распространяется штамм омикрон. Он более заразный. Скорость его распространения приблизительно в 4-5 раз выше, чем у предыдущего штамма дельта, который распространялся в период предыдущего подъема заболеваемости, но на сегодняшний день по-прежнему не утратил своей актуальности, потому что около 30% заболевших это по-прежнему заболевшие штаммом дельта. Но, как я уже сказал, основная часть это омикрон, и большинство заболевает ей. И сейчас это количество полторы тысячи, оно не конечно, может быть и больше, может быть и меньше, все зависит от уровня коллективного иммунитета. Ну вот вы уже заговорили, затронули тему омикрон. Долго мы его ждали, так практически всю зиму потихонечку он к нам, к нашему региону подбирался, добрался. Что изменилось в характере переносимости заболевания, в тяжести, в симптомах вообще? Что омикрон, какой отпечаток он наложил, скажем так, на работу и в систему здравоохранения, и на то, как люди переносят коронавирус? Работа системы здравоохранения сейчас организована таким образом, что мы должны, обязаны оказать медицинскую помощь огромному количеству амбулаторных пациентов. Именно амбулаторных, коих сейчас большинство, около 90% всех заболевших, это те, кто болеет и лечится на дому, и лишь около 10% требуют стационарного лечения. Это стало возможным благодаря иммунизации, благодаря уровню коллективного иммунитета, который складывается из вакцинированных и переболевших. Но при этом сам штамм по-прежнему остается достаточно опасным. Симптомы его принципиально не меняются. Исключение, наверное, составляет то, что при омикроне практически не страдает обоняние и вкус. Но при этом мы фиксируем, что в меньшей степени поражаются нижние отделы дыхательной системы, то есть реже развивается пневмония, но чаще возникает кашель, заложенность носа и насморк. Это все говорит о чем? О том, что и штамм меняется, коронавирус, и мы меняемся вместе с ним, мы прививаемся, мы защищаемся и учим существовать в той действительности, которая на сегодняшний день сохраняется. Ну и вакцинация населения у нас продолжается на территории региона. Вот по последним данным более 662 тысяч жителей нашего региона вакцинированных. Вообще, насколько важно сейчас, давайте еще раз напомню, насколько важно вакцинироваться или ревакцинироваться, кто повторно, кто уже в третий раз, в принципе, уже полтора года практически идет работа по вакцинации. Как оценились темпы вакцинации? Темп вакцинации, он на сегодняшний день чуть ниже среднероссийского в нашем регионе, но, тем не менее, вакцинация продолжается, ее актуальность по-прежнему высока, и не только вакцинации, но и ревакцинации. Из более чем 660 тысяч, больше 140 сделали уже ревакцинацию, и это позволяет сохранить напряженность иммунитета у тех, кто сделал прививку, а, соответственно, эффективно противостоять болезни, и, если даже заражение произошло, то тяжелому течению болезни. Многие из тех, кто привился и заболел, болеют дома, как будто обычной простудой, не требуя какого-либо специфического лечения. На этом фоне также сейчас начата и продолжается вакцинация детского населения, что также важно, потому что в связи с распространением омикрона в большей степени, чем раньше стали болеть дети, и это показывает работа практического здравоохранения, поэтому актуальность детской вакцинации важна как никогда, и она будет продолжена, потому что детское население к сегодняшнему дню у нас практически не иммунизировалось. Только естественным путем, если кто-то переболел раньше, но количества таких детей было крайне мало. А насколько вообще важно знать специалистам, вообще важно ли знать, какой именно штамм у этого конкретного человека? Это как накладывает работу на лечение, на подходы? Или это не так? Нет, подходы к лечению остаются прежними, поэтому рядовому специалисту, скажем, врачу поликлиники, знать штамм омикрона или штамм дельта вызвал заболевание не принципиально. Это принципиально для определения эпидемиологической тактики в борьбе с эпидемией, как таковой, на территории региона, в масштабах страны, но для конкретного индивидуума значения это не имеет никакого. А тогда вот если в целом говорить, да, масштабно, глобально, как меняется тактика в зависимости от прихода нового того или иного штамма? Как она менялась за последние времена? В течение этих полутора лет тактика менялась существенно. Мы помним локдаун, который был в самом начале пандемии, и сейчас мы живем практически свободно. Единственное, что нас ограничивает и ограждает от привычной, скажем, доковидной вот этой вот жизни, это ношение масок, социальной дистанции, гигиена рук, необходимость прививки, но по сути никаких других ограничений нет. Работают и учреждения общепита, торговые, развлекательные центры и заведения. Мы живем, по сути, привычной жизнью, но в условиях пандемии. Мы научились жить с коронавирусом, и постепенно мы справимся с ним окончательно, потому что сейчас мы уже видим, что степень иммунности населения, она с каждым днем растет, уменьшается количество восприимчивых людей, и это влияет на темп распространения инфекции, которая сейчас замедляется с последующим фактом того, что мы придем к снижению заболеваемости в итоге и победим эту инфекцию. Ну вот, да, уже завершая наш разговор сегодняшний, все-таки когда можно будет говорить, понятно, что не о окончательной победе, а к тому, что мы идем к этой победе, может быть, можно будет говорить о том, что пандемия уже подходит к концу. Ну и ваш прогноз на ближайшие, давайте, наверное, ограничимся двумя-тремя месяцами, до начала лета, что нас дальше ждет? Да, два-три месяца на больший период прогнозировать достаточно сложно, но сейчас мы ожидаем того, что в конце февраля, буквально на следующей неделе, либо в первой декаде марта будет достигнут пик заболеваемости, вот в текущего периода и рост заболеваемости в дальнейшем сменится спадом, но это снижение заболеваемости будет приблизительно в 4-5 раз медленнее, чем происходил рост, а рост был стремительным. Буквально с второй декады января мы фиксировали колоссальный прирост числа новых случаев, так вот снижение будет существенно медленнее. Это все, в принципе, укладывается в закономерности развития эпидемического процесса и может быть охарактеризовано как естественные такие вот процессы в природе. Поэтому мы стараемся на этот процесс влиять еще со своей стороны, усиливая и укрепляя те эффекты, которые должны быть достигнуты. То есть вакцинируем людей, пропагандируем неспецифическую профилактику и оказываем медицинскую помощь тем, кто заболел. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Я напомню, что сегодня вместе с главным внештатным эпидемиологом Министерства здравоохранения Тверской области, Александр Сергеевич, в Раздорске мы обсуждали нынешнюю актуальную эпидситуацию на территории Тверской области, ситуацию с распространением коронавируса. Ну, стоит, наверное, добавить, да, не забывайте про действующие меры санитарно-эпидемиологических правил, маски, ношение масок, ношение перчаток, может быть, да, кто желает. Ну и вакцинация по-прежнему остается, наверное, ключевым, главным методом борьбы с распространением инфекции. Вы смотрели программу «Тема дня. Комментарии». Меня зовут Никита Васильев. До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин